Не за деньги, а по зову сердца. Отныне доноры в нашей стране в почёте, но исключительно на общественных началах. Денежные вознаграждения отменили, зато всех альтруистов обещают обеспечить бесплатным обедом. Доплачивать же будут только за редкую группу крови. Как на Самарской областной станции, приливание крови пережили первую неделю по новому закону и хватает ли добровольцев, выясняла Татьяна Пудова. На станцию переливания крови первый раз он пришёл с любопытства и вот уже 4 года сдаёт кровь. Константин Жибуртович говорит, по звонку из регистратуры приедет в любом случае, но считает, из-за отмены денежного вознаграждения дефицит доноров станет ещё острее. Принятие этого закона, мне кажется, это явно непродуманная вещь, потому что принимая любой закон, депутаты должны как-то маломальски просчитывать последствия. В данном случае я этого просто не вижу. Денежного вознаграждения лишаются не все доноры. Почётные сохраняют все годовые выплаты. Также плату будут получать доноры редких отрицательных групп крови и компонентов плазмы и тромбоцитов. Общее количество доноров в России около 2 миллионов человек. Из них платных около 8%. Дефицита могут опасаться регионы, которые привыкли рассчитывать только на таких. В Самарской области чаще всего сдают кровь по зову сердца, а не только за деньги. Но всё равно в Минздраве продумывают все варианты, как привлечь добровольцев. В социальных сетях человек может, например, повесить такой зелёный флажок, что он донор. А раз донор, значит он не болеет никакими, что называется, заразными заболеваниями. Обсуждается вопрос о возможности целевой ипотеки для доноров молодых людей. Ты заботишься о своём здоровье, ты, с одной стороны, с другой стороны, ты как студент движешься, и через 5 лет у тебя бесплатная ипотека после завершения УЗА. Этот закон всё-таки направлен на развитие безвозмездного донорства. Донорство, что называется, по зову сердца. Размер оплаты по платному донорству, это тоже плюс своего рода закона и приказа, вышедшего совсем недавно. Он, размер этой оплаты определяется прожиточным минимумом от 8 до 45%. В Самарской области крови и препаратов хватает, уверяют в Минздраве. В планах увеличить объёмы заготавливаемой крови в полтора-два раза. Татьяна Кудова, Александр Ерофеев, Новости губернии.